Сухой паёк Что, нельзя его сделать мокрым или влажным? И чем он тогда будет хуже сухого? А вот морякам, неужели выдают тоже сухой паёк? И самое главное, есть ли в этом сухом пайке сухое вино? Среди армейских мудростей есть и такая. Солдат, вооружённый сухим пайком, практически непобедим. Боец должен быть накормлен, где бы он ни находился. Иначе это уже не боец. На случай сложных ситуаций в каждой армейской части есть специальный запас. Раньше это называлось сухим пайком. Теперь индивидуальные рационы питания. Количество калорий, необходимых человеку, зависит от выполняемой работы, физической активности, пола, возраста и даже географического положения. Как и любое топливо, пищевые продукты, сгорая в топке организма, выделяют энергию, измеряемую в килокалориях. Армейская походная еда должна быть не только высококалорийная, но и при этом ещё и компактная. В ней учитываются энергозатраты солдата в самых разных обстоятельствах. К примеру, еда для повседневной армейской жизни содержит 3100 килокалорий в день, а для солдат на передовой больше 3600 килокалорий. Лётчикам, испытывающим перегрузки, полагается 4400 килокалорий. Их работа связана не только с перегрузками, но и порой с недостаточным количеством кислорода. Интересно, что паёк русского солдата в 1900 году, по современным подсчётам, имел калорийность 4325 килокалорий. Когда в 1897 году в русской армии ввели алюминиевую посуду, то в своём котелке солдаты уже несли индивидуальный паёк. Фунт отварной говядины, 2 фунта сухарей на 2,5 дня, почти 50 граммов соли и фляжку воды – 700 граммов. Первым составлением продовольственного пайка для солдата заботился великий реформатор Пётр I. Солдатское меню 300-летней давности не отличалось разнообразием. Утром – хлеб и чай, на обед – щи да каша, а на ужин – картошка, чарка водки и кружка пива. Мясо давали три раза в неделю. Перед тем, как утвердить паёк, царь лично испытывал его на себе в течение месяца. Вот как выглядит современный индивидуальный рацион питания. Благодаря форме его можно нести за ручку или прикрепить к вещмешку. Преобладающий цвет защитный. Банки – вот вам и первое отличие – квадратные. Консервы упакованы в ламистерные коробки. Этот специальный многослойный материал позволяет уменьшить время и температуру стерилизации продукта. Пища не переваривается при готовке и не теряет вкусовых качеств. Более того, материал обладает такой высокой теплопроводностью, что при необходимости согреть содержимое можно температурой собственного тела. Что же входит в обязательный солдатский рацион? Во-первых, в наборе обязательно должно быть мясо. Всё та же говяжья тушёнка и колбасный фарш. Общей массой в 350 граммов. Второе блюдо – каши. Заметьте, тоже с мясом. На десерт предлагаются фрукты сушёные, карамель или повидло. При общей энергетической ценности данного боевого пайка в 3369 килокалорий, в нём 121 грамм белков, 157 жиров и 368 граммов углеродов. Запить всё это можно чаем, кофе или напитком молокосодержащим. В паёк входят ещё и таблетки Акватапс для очистки и обеззараживания воды. Кидаем такую таблетку хоть в лужу. И после этого воду можно пить. Вкус специфический, зато безопасно. В основе таблетки натриевая соль, дихлориза циануровой кислоты. В пайке также предусмотрена таблетка поливитаминов, 4 таблетки сухого спирта, металлический тигель и ветроводоустойчивые спички, консервный нож, ложка и салфетки. Особого внимания заслуживает пластиковый короб, в котором хранится солдатский паёк. В боевых условиях такие коробы иногда сбрасывают солдатам с воздуха. И падают они и в снег, и в воду. Пластиковая упаковка, по уверениям изготовителя, не боится ни дождя, ни снега, ни огня, ни падения с высоты. Проверим. Сейчас мы попробуем испытать паёк 10-метровой высотой. Именно с такой высоты паёк можно сбрасывать бойцам с воздуха. Смотрим внимательно. Упаковка выдержала. Попробуем паёк намочить. Швы упаковки, заваренные при комплектации, не должны пропускать воду. Теперь испытание огнём. Кидаем в костёр. Упаковка скукожилась, но и теперь осталась целой. Теперь открываем и проверяем содержимое. Консервы, джем, сахар. Всё как положено. Можно есть. Приятного аппетита. А это, оказывается, печка. Можно это всё, кажется, подогреть ещё. Я думаю, что если солдат, боец, во время боя или перед боем всё это съест, то он не то что в атаку, он из окопа не вылезет. Субтитры подогнал «Симон»